Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня у меня на обзоре новинка в нашем ассортименте модель под названием Lenovo A630 бюджетный китаец, оригинальный китаец от знаменитого бренда Lenovo И давайте рассмотрим комплектацию и в какой коробке поставляется данная модель Коробка у нас вот такая вот Здесь у нас есть вся информация о телефоне заводская В комплектации у нас, как всегда, все довольно-таки скудно У нас один аккумулятор на 2500 мАч У нас зарядка, USB кабель и наушники, гарнитура Давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону Смартфон бюджетный, получился очень-таки довольно хорошим аппаратом за эти деньги Рассмотрим корпус Корпус у нас выполнен из стекла спереди Сзади у нас самый что ни на есть настоящий soft-touch пластик Который не оставляет ни отпечаток от жирных пальцев Ничего, абсолютно ничего не остается Прошу это заметить То есть нету таких вот прям налапаней Вот эта вот каемочка тоже у нас идет как soft-touch Это, скорее всего, пластик, только покрытый краской Итак, спереди у нас кнопочка меню, домой и назад Логотип Lenovo Фронтальной камеры, как вы уже могли заметить, у нас здесь нет Есть датчик освещенности и датчик приближения С этого бока у нас качелька громкости Она находится в верхнем угле То есть углу То есть его довольно-таки удобно нажимать Кнопка включения находится вот здесь То есть двумя пальцами Или вот так вот Можно управлять смартфоном То есть довольно-таки удобно Сверху ничего никуда тянуться не нужно Вот это наша кнопка Сверху у нас идет разъем под зарядку И разъем под наушники Снизу нет ничего Микрофон вот Обращаю ваше внимание сразу же на то, что модель не имеет никаких классов защищенности Самым большим, наверное, плюсом данной модели является вот этот вот огромный аккумулятор Емкость которого составляет 2500 мАч Под аккумулятором у нас располагаются две сим-карты Разъем под microSD карточку Видим, что это оригинальный Lenovo заводской Переходим непосредственно к нашему смартфону По привычке я начинаю обзор с программки Antutu В которой мы просмотрим все основные технические характеристики данного аппарата Скажу сразу, что модель построена на базе двухъядерного процессора MTK6577 Каждое ядро которого по 1 ГГц Дисплей у нас размером 4,5 дюймов По размерам самого смартфона давайте сейчас посмотрим вживую Так, длину у нас практически 13 см Ширина смартфона у нас 6,5 И толщина данной модели ровно сантиметр В принципе, довольно-таки себе стандартный размер Итак, Antutu В Antutu данная модель набирает 6-7 тысяч баллов Это стандартный показатель для MTK6577 Вот мы видим эти характеристики Значит, процессор у нас MTK6577 Частота 1 ГГц Разрешение 800 на 480 Графический ускоритель у нас PowerVR SGX531 В соответствии с этим все современные игры Modern Combat, Real Racing, Most Wanted Они все идут превосходно Но с изменением уровня графики То есть графика у нас значительно уступает моделям с процессором MTK6589 Значит, 500 МБ оперативной памяти Встроенной памяти у нас 4 ГГц Работа поддержки карт у нас до... Ну, у меня сейчас стоит 16 Скорее всего 32 будет проблематично Есть у нас 5-мегапиксельная основная камера Камера является одним из самых больших минусов данной модели Так как она идет без автофокуса То есть просто такая себе 5-мегапиксельная камера Ну, я даже считаю, что там и 3,2 мегапикселя нет 4.04 Android Переходим в Antutu Tester Посмотрим, сколько у нас точек поддерживает Две точки распознает у нас экран Отдельное спасибо данному смартфону, конечно же, за аккумулятор Как я уже говорил, аккумулятор достигает емкости 2500 баллов В данной программе Antutu Tester показал у нас 813 баллов Ну, я вам скажу так, что это результат По продолжительности работы Как у GAU-G4 с 3000 аккумулятором сейчас Это результат чуть-чуть слабее Это результат, чем был Lenovo P770 Я не могу сказать, что он был бюджетный У него был 3500 аккумулятор То есть данная модель со своими параметрами Со своими размерами будет работать на протяжении 3-4 суток без подзарядки Что является очень классным показателем Наши датчики данной модели мы посмотрим через программу Z-Device Test Обращаю ваше внимание на то, что фронтальной камеры у нас нет У нас есть GPS-датчик Но по всем моим тестам GPS слабоват Он видит эти спутники, он начинает к ним коннектиться Но местоположение он не фиксирует Вот вы видите, что даже я сейчас недалеко от окна сижу Он начинает определять их Возможно, что-то какие-то нужно настройки подделать Может быть, прошивку подпилить Может быть, попробовать какую-то другую прошивку Может быть, попробовать уже по железу То есть антенку усилить То есть GPS рабочий, но слабоват сигналы, он не воспринимает Он обычно видит сразу же 2 спутника, когда непосредственно на улице Бывает, ловит даже, видит 4 или 5 Но он не фиксирует местоположение Идем дальше Дальше у нас есть датчик освещенности, датчик приближения Акселерометр само собой у нас есть Гироскопа в помине у нас здесь нет По поводу прошивки Прошивка, как и на всех других Lenovo Ставится нами самостоятельно То есть они приходят с завода Либо англоязычные, либо англо-китайские Либо частичный неуклюжий русский язык Сейчас у нас полноценный русский язык Все у нас переведено Китайского софта абсолютно нету 4.04 у нас Android В принципе прошивка по скорости работы Меня лично вполне всем устраивает Так как ничего нигде не тупит Все отвечает на касание, прикосновения Все функции работают То есть все максимально хорошо и максимально быстро Есть все необходимое Экран данной модели у нас 4.5 дюймов Разрешение экрана у нас 800 на 480 Экран у нас не IPS матрица, я считаю Так как при увеличении углов просмотра У нас картинка немножко теряет свой цвет На солнце картинка тоже выцветает То есть ну давайте Ну просто я уже тестировал эту модель Вот уже, да, там свет Ну вот я закрою рукой Картинка уже теряет свои цвета Вот так вот по этому Под прямым углом просмотра Все хорошо, все красиво Как только чуть-чуть его наклоняешь Сразу же цвета у нас уходят Ну в принципе за эти деньги В принципе это хороший показатель В воспроизведении видео У меня есть стандартное видео У меня в формате Full HD Почему-то на данной модели Они не запускаются Возможно нужно установить Какие-то кодеки Какие-то специальные проигрыватели Видео в формате Full HD Не запускается Видео, снятое лично мной На камеру GU-G2 В формате 720p Оно воспроизводит Вот я снимал То есть это видео воспроизводится Идем дальше Смартфон у нас будет с легкостью Работать с любым софтом То есть если поставить на него офис Будут работать офисные приложения Можно загружать PDF файлы Отлично у нас работает Wi-Fi В связке с любым софтом Который Такой, который YouTube, браузеры Все это проигрывается у нас отлично То есть вообще без каких-либо проблем Производительности данной модели Вполне достаточно Смотрим Здравствуйте Вот у нас экран Напоминаю, что разрешение экрана не ожидает С браузерами так же У нас все отлично Никаких проблем я во время тестов не замечал То есть все загружается Прогружается Вот у нас Что угодно мы забиваем Быстро все находит Работает Работает так же у нас Мульти-тач Наш двухточечный Но тем не менее Все отлично отрабатывает Как я уже говорил Процессор у нас MTK6577 И поэтому Все игры Воспроизводятся на В графическом видеоускрителе PowerWare SGX531 Графика несколько Ухудшена Но Воспроизведение все четко Быстро И Достойно АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как я уже говорил Камера данной модели У нас 5 мегапиксельная И Автофокуса у нее нет Поэтому я даже не вижу Смысла делать фотографии Вылаживать их Под низ видео Как обычно я это делаю Потому что Ну все Вы сейчас Увидите Автофокуса нет То есть Вот у меня лежит Книжечка Вот это вот Мануал Ну и вот такого Образца у нас Получаются фотографии То есть Фотографии Абсолютно Не Катируются Вот еще Я сделал фотографию Сразу же Ну практически Ничего не видно То есть Камера Это не самая Лучшая Сторона Данной модели В целом Можно подводить итог Lenovo А630 Является бюджетной версией Бюджетным вариантом От данного бренда Модель стоит До 1000 гривен При этом имеет Двухъядерный процессор Великолепный корпус Вот этот вот Soft-touch пластик Стекло спереди Но имеет Довольно-таки Множество Минусов Из минусов Есть Это Слабый приемник GPS Это Отвратительная Камера И собственно Отсутствие Передней камеры Как по мне Довольно-таки Плохой экран Но я не могу Это назвать минусом Потому что Все-таки Денег Данный смартфон Много не стоит Плюсов Также очень много Во-первых Корпус Корпус мне очень нравится Soft-touch пластик Аккумулятор 2500 мАч Хватает На работу Где-то 3-4 дня В принципе Хороший процессор Двухъядерный Все игры тянет Все без проблем То есть Если вам нужен Смартфон Просто Чтобы была Надежная машинка Так как это Lenovo Не забываем Что Lenovo Сейчас самая надежная Рабочая машинка С хорошим Аккумулятором Чтобы иногда Поиграть в игрушки Много разговаривать Две сим-карты Не фотографировать И не использовать GPS То это Ваш Самый лучший Бюджетный вариант На этом все Спасибо за внимание Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк Если нравятся мои обзоры Следите Будет интересно Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok